Привет, друзья, на связи Антиквар. Сегодня учимся брать обновленные погосты с зомби за мой любимый пиратский причал. В современной мете для набора высокого темпа чаще всего стартуют на Кассиопее или Дерике. Дерика в отношении быстрого взятия погоста отбрасываем, так как стека матросов, который собирается на первый день, не хватает для комфортного пробития. А вот с Кассиопеей все получается намного интереснее. Сейчас я вам покажу стратегии для ленивых, где нам даже единички не понадобятся. Итак, для комфортного взятия погоста без потерь нам потребуется 115-120 океанитов. Такое количество юнитов довольно часто собирается на первый день игры, когда к Кассиопее заходят нормальные стеки нимф и есть внешнее жилище первого уровня. Дополнительно по дороге к погосту следует получить один левел ап. Идеально, если Касси дадут атаку и продвинут нападение. После этого смело заходите в погост. Прежде всего нам нужно сгруппировать зомби. Для этого в первом раунде становимся к верхнему краю в середине поля боя. Нежить начинает стягиваться к океанитам. Затем мы перемещаемся строго по вертикали вниз. После этого прыгаем в нижний, а потом в верхний левый угол. Предположим, что мораль нам не выпадет. Мы перемещаемся до упора вправо и занимаем позицию в нижнем правом углу. Все, мы достаточно оторвались от зомби, чтобы прожать вейт и начать вырезать вражеские стыки. Естественно, что любая мораль ускоряет этот процесс. Теперь алгоритм прост. Убиваем дальнего от нас зомби и прыгаем в противоположный угол поля боя. Затем повторяем эти действия, пока вся нежить не будет уничтожена. Как видите, проходит все быстро и просто. Но давайте предположим, что нычки нимф рядом с причалом нет. Это не является для нас помехой для взятия погоста. Главное, чтобы с Кассиопеей и второго родного героя из таверны набрался стек в 100-105 океанит. В этом случае действуем по уже описанному алгоритму. Единственное, что совсем без потерь, в такой ситуации обойтись не получится. Несколько океанит останутся в погосте. Давайте посмотрим, как это будет выглядеть на практике. Как видите, мне удалось обойтись потерей двух океанит. Не устаю поражаться, насколько много урона способны вносить эти водяные барышни под руководством Касси. При этом нужно понимать, что потери при использовании 100-105 океанит могут быть повыше и составить 5-7 юнитов. Все дело в том, что у этих существ первого уровня большой разброс по наносимому урону. Так что конечная цифра потерь всегда будет рандомной. Но при этом она всегда будет приемлемой. На этом все. Жду от вас комментарии по этому ролику, а также комменты с идеями для новых видео. Поднятые вверх пальцы и подписку на канал. За сим позвольте откланяться. Это был Антиквар. Удачи и до встречи. Пока!